Всем привет! Сегодня я расскажу вам о плюсах дружбы с родителями, безобидных комарах и возрождении Елабуги. Подробности, как всегда, далее в программе новости науки Саралины Киряевой. Итак, в мире. Группа канадских ученых, представляющих Буэльский университет в провинции Антария, выяснили, что подростки и молодые люди, находящиеся в конфликте со своими родителями, чаще страдают от лишнего веса и ожирения. Как оказалось, доброжелательная атмосфера в семьях таит в себе еще больше преимуществ, чем считалось до сих пор. Причем стройная фигура – лишь косвенное следствие этих преимуществ. Сыновья и дочери, находившиеся в хороших отношениях с родителями, были в целом более физически активны, лучше спали, предпочитали здоровое питание фастфуду и редко страдали от тех или иных проблем с пищеварением. А в России новый вид комара-звонца обнаружили специалисты из дальневосточного отделения РАН в бассейне реки Амур. Специалисты установили, что взрослые комары вообще не питаются и никакого беспокойства ни людям, ни животным, от них нет. А их личинки-мотыли известны всем рыболовам и аквариумистам, как прекрасный корм для рыб. Обнаружить новый вид удалось только после изучения взрослого комара, извлеченного из зрелой куколки и ассоциированной с ней личинкой. Ученые отмечают, что трудности при определении комаров возникают из-за того, что многие виды известны только по взрослым особям. А куколки и личинки в лучшем случае описаны только для третьих видов звонцов. И напоследок в Татарстане студенты Казанского архитектурно-строительного университета помогут обновить общественные места Елабыги. Задачи и идеи обновления территории и объектов города обсудили навстречу учащихся вуза с руководством города. Студентам предложили внести идеи по благоустройству четырех объектов. Территория набережной, ЗАГСа, который еще только планируется построить, кинотеатр Иллюзион и парка Чебурашка. Свои идеи студенты представят в качестве дипломных проектов. Идея такого сотрудничества университета с городами республики принадлежит Минструю Республики Татарстан. А на этом все. Субтитры создавал DimaTorzok